Здравствуйте! Перед вами советская электронно-вычислительная машина Электроника ДД. Выпущенная в 68 году, машина является копией японского калькулятора Sharp Comet. Продемонстрируем, как она работает. Нажимаем сеть. Загораются прекрасные ламповые индикаторы. С начала работы необходимо нажать кнопку гашения и сбросить случайное содержимое памяти. Попробуем разобрать первый простой пример умножения. Машина для вычисления на ней должна задаваться точность количества знаков после запятой. На нашей машине непосредственно две кнопки ноль знаков после запятой и четыре знака после запятой сломаны, но эти кнопки в наличии у нас есть. Соответственно, мы сейчас посчитаем нажатой кнопкой два знака после запятой. Набираем 12 32, вон видно, видна запятая. Умножить. Кнопка умножить. А готовность машины к умножению символизирует, знак там горит. Дальше 14.01. Даем равно. Имеем 172.60. Так как мы установили точность два знака, поэтому она у нас остальные разряды просто сократила. Перейдем к следующему примеру. Предположим, поделим. Ну и для разнообразия переключим машину на шесть знаков после запятой. Значит, сбрасываем содержимое окна. Набираем 15.01. Поделить. А готовность машины к делению сообщает индикатор. Поделить. На два. Равно. Имеем. 7.505. И машина еще добавила нам три нуля, потому что мы установили количество разрядов после запятой шесть. Ну, что видим, машина прекрасно считает. Переходим к следующему примеру. Как ни странно, для этой машины гораздо большей сложности выполняются операции сложения и вычитания. И делаются операции сложения в основном через функцию памяти. Значит, как это делается? Набираем число 20.19. А дальше добавляем его в содержимое памяти со знаком плюс. Добавили. После этого о том, что оно добавлено, загорелся индикатор, символизирующий, что память наполнена какими-то числами. Дальше гасим. И набиваем здесь число из примера. 1968. Дальше добавляем его в содержимое памяти со знаком П+. Добавили. Вот. Она добавила к нему еще шесть разрядов, так как у нас установлено это. Дальше гасим. И теперь извлекаем содержимое из памяти. ИП. Извлекли. Имеем. 1988 и 19 сотых. Четыре знака после запятой. Таким образом мы провели отосложение. Дальше проведем вычитание. Вот. Вычитание машина делает так же через память. Причем, что интересно, что... Ну, сократим. Сотрем память, сотрем это. Что вот эта вот кнопка минус, это не символ вычитания. С помощью минуса машина задает так называемое отрицательное число. Предположим, напишем любое рандомное число. И отрицательное число к этому числу будет вот такое вот. Это то, насколько... Чтобы все разряды обнулить, надо прибавить это число. Повучится вот так выражается отрицательное число на ней. Соответственно, если мы опять делаем его отрицательным, она перейдет к тому числу, в котором мы нажимали. Начинали работу. Итак, значит, сбрасываем, делаем вычитание. Значит, пишем 4922.01. Вот. Закладываем в память P+. Заложили. Сбрасываем здесь. И теперь, предположим, 0.11. Закладываем в память, но только со знаком минус. Заложили. Сбрасываем. Теперь извлекаем содержимое из памяти. Имеем наш пример. Только, соответственно, машина обнулила. Вот. Ей и так видно удобнее. Все. Значит, осталось последний момент, который может делать эта машина. Сбросим разрядную речейку. Бросим память. А, ну вот, соответственно, то же самое. Пример можно провести, например, как с отрицательным числом она работает. То есть, если мы возьмем, например, 382, превратим его в отрицательное число. Добавим содержимое из памяти с плюсом. Гасим. После этого берем то же самое число. Это тоже добавляем в память. Добавили. Гасим. Теперь извлекаем содержимое из памяти. Получаем единицу. Вот. То есть, все работает. Предположим. Сейчас перейдем опять на два знака. И последнее, что делает эта машина, она возводит степень. Но степень возводит очень хитро. Короче, конечно, это неудобно. Из современных реалий, но совсем неудобно. Тем не менее, мы хотим 3 развести в шестую степень. Берем 3 число. Умножаем это число на 3. После этого даем кнопку в искомая степень. И равно. Получили 9. Теперь, чтобы воздавести в куб, опять это равно куб. Потом четвертая степень. Четвертая степень. Потом пятая степень. И так вот, надо предложить шестая. Шестая имеем 729. Все как положено. И так что? Машина отлично работает. За исключением проблем с кожухом. Пластмасса за время стала очень бьющейся. Имеются трещины на ней. Вот. И, к сожалению, разломный переключатель. Но кнопки у нас в наличии. Вот они должны здесь быть установлены. Рыбаю? Да.